Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Нас гостях Мария Шапкина, автор проекта «Не фитнес». Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о разработке, что можно делать с помощью этого приложения? Разработка направлена на восстановление опорно-двигательного аппарата после различных травм, переломов или других повреждений. Например, если человек сломал ногу или получил посттравматический артроз, ему нужно выполнять лечебную физкультуру. Как правило, он выполняет лечебную физкультуру именно в стационаре под наблюдением врача. Но так как реабилитация – это очень длительный процесс, то пациенту необходимо заниматься самостоятельно дома. И, как правило, пациенты занимаются дома или неправильно, или они не занимаются совершенно, и тем самым связано с плохим восстановлением. Поэтому пациентам было бы полезно заниматься проектом «Не фитнес», выполнять упражнения, которые в приложении. И это приложение контролировало правильность выполнения упражнений и выдавало отчеты своему лечащему врачу. То есть халтурить не удастся с его помощью? Ну, к сожалению или к счастью, да. Но это залог здоровья, поэтому пациенты должны быть добросовестными и выполнять эти упражнения. Здесь есть плюс для врача то, что оценить, насколько эффективно было прописано лечение. Отлично. То есть это, получается, набор упражнений, правильно? Но он направлен не на укрепление мышц, как классический фитнес, приложение, к которому мы привыкли, а именно ЛФК, лечебная физкультура. Да, здесь именно собраны в данный момент 24 упражнения в мобильном приложении, которые визуально отображаются как видео, как картинки. И человек с помощью вот такого чехла прикрепляет смартфон к ноге. В данный момент это просто упражнение именно для коленного сустава. Человек выполняет эти упражнения, и после этого врач уже может оценить, выполнял он, не выполнял, и как у него идет процесс выполнения. И если у него возникает проблема, то вызвать пациента уже на очный прием для того, чтобы подредактировать курс лечения. То есть приложение способно оценить как подъем стопы, разгибание сустава? Да, он сам смартфон, в нем есть датчики движения, и эти датчики движения контролируют все движения. То есть это кислерометр гироскопа рассчитывает и амплитуду на основе этих данных, и угол сгибания. Ну и самое главное, что мы изучаем эту траекторию, поэтому невозможно его обмануть из-за того, что мы контролируем саму траекторию движения. Отлично. Ты уже сказала, что получается есть какой-то личный кабинет для врача, куда стекаются результаты, правильно? Да, это личный кабинет. Врач может зайти в него с любого устройства, это смартфон или компьютер, и уже посмотреть всех своих пациентов, тех, которых он выписал, те, которые сейчас еще на лечении. И у него будет база данных, где он может с пациентами и общаться, и вызывать его на прием. Ну и то есть некие элементы такой телемедицины. И это было бы интересно с точки зрения науки, посмотреть, насколько будет эффективно дистанционное лечение, и насколько будет, ну как будет отличаться классический способ лечения от дистанционного. Как сейчас проходит восстановление, да, сколько пациентов уже пользуются таким приложением, есть ли у них результаты какие-то? На данный момент пользуются в районе двух с половиной тысяч человек. Не уверена, что они все пациенты, но, скорее всего, они когда-то ими были. То есть у них есть явные проблемы. Они пишут о том, что у них были операции, им были прописаны такие-то упражнения. Ну и вообще даже иногда спрашивают личного мнения, нужно ли делать операцию. Сейчас мы работаем с клиниками и расширяем свой круг, не только для коленного сустава упражнения, но и для разных других частей тела. Например, с клиникой 21 века имени Шишонина мы записываем упражнения для шейного отдела. В клинике Рошаля мы записываем упражнения для спины, для детей, у которых были переломы и есть проблемы со спиной, например, сколиоз. То есть я правильно понимаю, что уже сейчас врачи, реальные медики пользуются этим приложением при работе с восстановлением после операции. К сожалению, сейчас напрямую нельзя этим пользоваться, потому что данное устройство должно пройти медицинскую сертификацию. Поэтому мы это пока используем с точки зрения научной разработки, научно-исследовательской работы. Расскажи, пожалуйста, как родилась идея проекта, как додумались до такой программы? У меня были личные проблемы с коленом. Я повредила его во время занятий волейболом и проходила долгую реабилитацию. И когда мне уже нужно было заниматься дома лечебной физкультурой, мне дали черно-белый листочек, где я должна была выполнять эти упражнения каждый день, тоже три раза в день. Но у меня возникла вопрос к врачам, как часто я должна, с какой амплитудой я должна выполнять упражнения, сколько повторений должно быть и так далее. То есть у меня был вопрос даже с скоростью выполнения. То есть мне было интересно, правильно я вообще выполняю, если я выполняю один на один дома. И вот, к сожалению, многие упражнения я выполняла неправильно. Даже если сейчас я занимаюсь уже с лечебной... У меня есть в команде врач ЛФК, и то я до сих пор некоторые упражнения делаю неправильно, и он меня поправляет. Да, хотя это выростые упражнения. Например, что можно делать? Например, даже подъем ноги, например, мы поднимаем ногу, там нужно держать эту ногу на 40 градусов, и при этом надо пятку, то есть стопа должна быть прямо. Я стопу часто неровно держу или, например, вытягиваю носок, что является неверным. Нужно ее держать ровно и под 90 градусов. То есть иногда это тяжело проконтролировать. И поэтому была такая идея, что проект Нефитнес сможет проконтролировать правильность выполнения и давать пациенту обратную связь. Как сейчас пользоваться? Это программа, которую нужно скачивать на телефон, да? Да, это программа. Она скачивается на телефон. В телефоне есть 24 упражнения. Они все разбиты на комплекс. То есть если человек пройдет тест на боль, то он будет иметь комплекс на месяц. С помощью чехла он крепит смартфон к ноге и выполняет упражнения под аудио- и видеорекомендации. После того, как он выполнит, ему даются рекомендации о том, как он правильно или неправильно выполнил. То есть сколько он выполнял, сколько было повторов, пропусков, амплитуда движения какая была, и насколько он синхронно-несинхронно выполнял. То есть хотелось бы этим самым за этот месяц оценить динамику восстановления. То есть как он начинал в самый первый день и как он закончил. Были ли у него улучшения или были ухудшения. В дальнейшем этот проект развивался, и возникло, что вместо смартфона нужно крепить уже устройство, которое у меня на руке. Раньше оно выглядело вот так. Первая версия, да? И вот он сейчас выглядит уже посимпатичнее. То есть чтобы не крепить сам смартфон к ноге, мы придумали, что можно это сделать с помощью устройства и уже смотреть, как ты выполняешь в самом телефоне. И в дальнейшем развитие проекта было направлено на то, что врачу необходимо тоже видеть, как выполняются рекомендации, какие, грубо говоря, таблетки были приняты, какие снимки были сделаны, чтобы это был общий такой кабинет, где врач может полностью пациента контролировать. Тоже назвала несколько клиник. Это московские, я правильно понимаю? Да, пока московские, но мы активно работаем с бесплатной медицинской скорой помощью, БСМП, под руководством Чекушина Александра Александровича. Он наш куратор, и мы вот как основатели втроем, Александр Александрович, я и мой научный руководитель, Алпатов Алексей Викторович, мы вот втроем это как бы затеяли такое глобальное дело, и сейчас этим продолжаем заниматься. Как с научной точки зрения, так и с практической реализацией, как распространением проекта. То есть мы этим активно занимаемся, и надеюсь, у нас там все наши идеи воплотятся в жизнь. Ты уже сказала, что сейчас на детишках вы пробуете, да, помогаете восстанавливаться. Вот как проходит здесь процесс? Ну, с детишками, конечно, немножко посложнее. Основная нагрузка идет уже на родителей, потому что контактируем с родителями, объясняем, как им надо выполнять. Там с детьми мы выполняем три группы. Одна группа занимается традиционным способом, это с черно-белой листовкой. Вторая группа занимается уже с оцифрованными упражнениями, просто с видео, по видеоинструкции они выполняют упражнения. А третья группа, это которая выполняет упражнения уже со всем проектом. Там подключен врач, и врач дистанционно смотрит за результатами, и в дальнейшем через 2-3 недели вызывает всех, кто участвовал в всех трех группах, вызывает научный прием и смотрит динамику. Но уже можно сделать какие-то выводы? Действительно помогает? Ну, по крайней мере, то, что идет оцифровка упражнений, они уже все родители... Ну, не все родители, я пока не со всеми еще общаюсь, не со всеми познакомилась, с кем общаюсь, они сказали, очень полезно, потому что мы не видим, как дети занимаются. То есть мы прочитали бумажку и поняли, как делать упражнения по-своему. И выполняем это упражнение. А с видеоинструкцией уже более доступно это упражнение. Ну и, конечно, им хотелось бы динамику. То есть вот кто занимается с устройством, они расстраиваются, когда там ребенок не получает пятерку и говорят, ну, почему же так, когда же он получит? То есть у них такая некая игра возникает, то есть дети воспринимают это как игрушку. Особенно если дети спортсмены, то они всегда стараются на пятерке выполнять и спешат это скорее позаниматься. Это авторская разработка, запатентованная, правильно я понимаю? Да. Мы недавно получили патент на изобретение. Поэтому, да, полностью у нас запатентованная разработка. Также много программ, свидетельств на программы ВМ. И в дальнейшем мы сейчас подаем документы на международный патент и международные программы ВМ. Скачать можно на любой телефон? Есть ли здесь какие-то нюансы? К сожалению, мы можем только сейчас предоставить скачивание на iPhone. Это iOS-приложение. Но в дальнейшем мы будем делать под Android. Когда ждать? Я надеюсь, когда мы получим второе финансирование от фонда «Содействие инноваций», тогда мы сможем на эти финансы сделать уже приложение под Android. Вас поддерживают, правильно я понимаю? То есть вы заявлялись на конкурсы, на гранты? Да, нас поддерживает фонд «Содействие инноваций». Мы уже с ними не первый год работаем. Сначала выиграли как студенты программу «Умник». Сейчас уже как программа «Старт», это как стартап. И вот мы над этой программой, мы в этой программе получили финансирование и работаем именно с фондом «Содействие инноваций». Сколько лет уже разработки? Как давно она существует? Разработка не такая уж и старая. Просто научной деятельностью занимались сначала мониторингом двигательной активности суточной. И сейчас, после того, как получила травму, сделали более узкую специальность, как бы именно реабилитация коленного сустава и уже других суставов. Существует с 2017 года. То есть получается полтора года всего? Да, мы выложили мобильное приложение 24 октября 2017 года. И вот дорабатываем сейчас уже другие упражнения в свое приложение. Надеюсь, скоро будет доступно. И вот за это время сделали устройство и сделали сайт. Отлично. Какие упражнения ждать в ближайшее время? Что готовите? Готовим мы упражнения для рук и для шеи. Это будут основные. И вот для спины, но это пока закрытая такая тема, но это можно получить, грубо говоря, от разработчика КОТа и тоже поучаствовать в эксперименте. Если, например, кто-то не только из Москвы, но и из нашего родного города Рязани захотел бы поучаствовать, то это можно было бы тоже сделать на фоне какой-нибудь, на базе какой-нибудь клиники. То есть такая бета-версия. Да, это бета-версия, да, поэтому можно было бы поучаствовать. С людьми понятно. Как врачи относятся к такой инициативе? Действительно ли им полезно в работе? Ну, это все зависит от, наверное, самого врача. Некоторые, кто плохо работает с современными технологиями, воспринимают это в штыки, потому что думают, что мы хотим заменить врача. Но, к сожалению, без врачей мы никуда не можем. И это не замена, это дополнение. Многие воспринимают это как дополнительную нагрузку. Но сейчас многие врачи в центре реабилитации активно работают, потому что это новый вдох в их научную исследовательскую работу. Поэтому я надеюсь, что врачи будут более охотно работать, сотрудничать. И в семье мы стремимся к цифрализации. Это точно. Получается, суставы. Да, основная направленность приложения на суставы. Но ведь они обычно у взрослых людей уже подвержены каким-то разрушениям. Да, там, в основном, пенсионеры. Им с мобильными устройствами тяжело. Планируется ли что-то для них сделать, чтобы облегчить эту работу? Потому что бабушек со смартфонами видишь нечасто, к сожалению. К сожалению, да. Бабушек не так часто, поэтому мы немножко переключились на детей. Но так вот мы предлагаем, конечно, все равно это устройство использовать. Ну и без смартфона, к сожалению, здесь никак не обойтись. Это основной элемент в обработке сигнала. Поэтому, да, придется их обучать. Ну, что же поделать. Какие планы на будущее? Что ждать в ближайшее время? В ближайшее время, ну, вот, версию новую этого мобильного приложения и, конечно же, наверное, опробированную версию самого проекта. И в дальнейшем мы, конечно, хотели бы медицинскую сертификацию пройти и уже выходить на какие-нибудь продажи устройств и так далее. Отлично. Ну, желаю вам удачи. Спасибо большое. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Мария Шапкина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова